Самый мудрый человек, которого я встречал, бросил школу после третьего класса. Самый мудрый и бросил школу в одном предложении. Вот такой парадокс. Представляете, человек, который бросил начальную школу, научил меня сочетать в себе знания и мудрость. Это был мой отец. Он был простым поваром. Мудрейший человек, которого я когда-либо встречал. Самый обычный повар. Он бросил школу после третьего класса, чтобы помогать своему отцу на ферме. Но то, что он бросил школу, не означало, что он прекратил обучение. Марк Твен однажды сказал, я никогда не позволял школе вмешиваться в мое образование. Мой отец сам научился читать и писать. И несмотря на закон о расовом неравенстве, который был принят на последнем этапе гражданской войны, мой отец решил не бежать со всеми, а принял решение остаться и стать человеком. Не черным, не краснокожим, не белым, а человеком. Он взял и бросил себе вызов, что с каждым новым днем будет становиться лучше, чем он был вчера, насколько это возможно. У меня есть три диплома, а мой брат судья. И мы не самые умные в нашей семье. Потому что наш отец был мудрым, а это намного важнее. Человек, который бросил школу, цитировал Микеланджело и говорил нам, ребята, не страшно, когда вы целитесь высоко и не попадаете. Страшно, когда вы целитесь низко и попадаете в цель. А моя мать из провинции цитировала Генри Форда и говорила, если вы думаете, что вы способны на что-то, вы правы. Если думаете, что у вас не получится что-то, вы тоже правы. И всем этим простым урокам мы учились у отца с тремя классами образования. Простые уроки по типу, лучше прийти на час раньше, чем опоздать на минуту. Мы никогда не знали, какое время у нас дома, потому что часы всегда спешили. Моя мать рассказывала, что на протяжении 30 лет отец уходил из дома в 3.45 утра. Однажды она спросила его, зачем ты каждый день это делаешь? И он ответил, если я позволю себе пропустить хотя бы один день, и один из моих сыновей увидит это, то одним этим поступком я перечеркну все то, чему их учил. Аристотель сказал, мы есть то, что мы делаем изо дня в день. Поэтому совершенство должно быть вашей привычкой, а не одноразовым действием. Так что никогда не забывайте о постоянном развитии. И какими бы сильными вы не были, не забывайте быть добрыми. Всегда. Никогда не забывайте об этом. Никогда не расстраивайте свою маму. Если мама несчастлива, никто в семье несчастлив. Если папа несчастлив, всем все равно. Ну, вы понимаете, о чем я. Следующий урок. Урок от того самого простого повара. Сын, убедись в том, что твои заслуги больше, чем твое эго. Потому что с помощью эго ты пытаешься оправдать свою глупость. У вас наверняка есть такие знакомые, не правда ли? Я скажу это еще раз. С помощью эго люди пытаются оправдать свою глупость. Завышенное эго – это ноша глупого человека. Джон Вуден тренировал баскетбольную команду Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. Но главной его заслугой было умение оказывать положительное влияние на людей. И будучи с утра до вечера занятым подготовкой к чемпионату, угадайте, что он делал посреди недели. Заходил в кладовку, брал швабру и мыл пол в своем спортзале. Вы хотите оказывать влияние? Начните с себя. Каждый день мойте свой пол. Так растет ваше влияние. Только показывая пример и полностью отдаваясь своему делу, вы будете влиять на людей. Предпоследний урок от моего отца. Сын. Если ты взялся за дело, доведи его до конца. Мне часто говорили, что выше головы не прыгнешь. Я всегда подвергался насмешкам из-за того, что не хотел быть таким, как все. Но я хочу сказать вам вот что. Мало просто слушать эти слова. Нужно жить этим. Нужно говорить себе каждый день. Стремись к звездам. С каждым днем становись лучше себя самого. Достаточно хорошо — это недостаточно хорошо, если может быть лучше. И даже лучше — это не предел, если может быть превосходно. И закончить я бы хотел историей из моей жизни, которая будет вечно жить в моей памяти. Мудрость будет приходить к вам из самых неожиданных источников. Через неудачи и сильную боль. Когда вы падаете на дно, помните, пока вы боретесь, это дно может стать отличным фундаментом для строительства вашей новой жизни. Я не сомневаюсь, что вы добьетесь успеха. Я беспокоюсь, что вы не будете совершать ошибки время от времени. Человек, который падает и поднимается, падает и поднимается, всегда будет усиливать свое влияние. И чтобы доказать вам это, позвольте мне познакомить вас с кое с кем. Вернемся в 70-е годы. Я встретил самую прекрасную женщину из всех, которых я когда-либо встречал в жизни. Она была настолько красивой и неприступной, что все парни в колледже боялись к ней подойти. А у меня была большая проблема, так как в те времена девушкам не особо нравились упитанные черные мужчины. Еще толстые парни не играли в футбол, а девушкам нравились встроенные нападающие. Но терять не было нечего, и как-то на танцах я решил подойти познакомиться. И узнал, что ее зовут Трина Уильямс и родом она из Калифорнии. Окрыленный успехом, я решил, что пойду еще дальше и возьму у нее номер телефона. Я был тогда единственным парнем в колледже, кому Трина дала свой настоящий номер телефона. А на следующий день мы пошли в кафе на мороженое. Мои друзья не могли в это поверить. Это было 40 лет назад, а мои друзья до сих пор не верят. Потом мы пошли на второе свидание, на третье, на четвертое. Ну а спустя месяц мы поехали знакомиться с моими родителями. Мой отец тоже не мог в это поверить. Мой герой и наставник, которого я так боготворил, отвел меня в сторону и спросил, она что, ненормальная? И так мы провели вместе год, потом второй, третий, четвертый. К тому времени Трина стала выпускницей колледжа. Мне было до нее далеко, но я старался. И был рад, что с четвертой попытки наконец-таки окончил колледж. Представляете, я выпускался при Никсоне, Форде, Картере и Рейгане. И так пришло время сделать предложение. Я очень волновался и решил спросить совета у ее подруг. Ну, они и начали. Значит так, это должно быть на природе, обязательно при свечах, конфеты, шампанское. Стойте, сказал я. Я обычный парень с окраиной, и все, что могу себе позволить, это бутылку фермерского вина. Представляете, это все, что у меня тогда было. И она сказала, да. Вот что самое главное. Я женился на самой прекрасной женщине в своей жизни. И в самом начале свадьбы я услышал, как черт побери это возможно. И это было сказано со стороны моих родственников. Мы поженились, и Трина родила мне двоих детей. Наша жизнь была великолепной. Однажды у Трины обнаружили опухоль в левой груди. Это был рак груди. И спустя шесть лет после этого диагноза, я и два моих маленьких сына смотрели на мамингроб. В течение двух лет мое сердце не билось. И если бы не мой отец и вера в Бога, я бы не стоял сегодня здесь. Если бы не мои сыновья, не было бы смысла жить дальше. Я был полностью разбит. Это было то самое дно. И знаете, что помогло мне? Мудрость того, кто бросил школу после третьего класса. Мудрость простого повара. Когда мы стояли рядом с гробом, отец плакал. За всю жизнь я ни разу не видел, чтобы мой отец плакал, но в этот раз увидел. Трина для него была не просто невесткой. Она была ему как дочь. Я стоял позади своего отца и смотрел на нее последний раз в жизни. И тогда отец сказал мне всего три слова, которые изменили мою жизнь. Это был последний жизненный урок, которому он меня научил. Он сказал, сын, ты справишься. Я знаю, ты выстоишь. Неважно, как тяжело тебе будет, но ты совсем справишься. Ты справишься, несмотря ни на что. Никогда не сдавайся. И я так отчетливо это помню, будто я сейчас на его месте и говорю это вам. Также я отчетливо помню одни из последних слов Трины. Она посмотрела мне в глаза и сказала, для меня не важно, сколько я прожила. Важно, как я прожила. Я задам вам всего один вопрос. Вопрос, которым я задавался всю жизнь и все благодаря тому человеку, который бросил школу после третьего класса. Как ты живешь? Как ты живешь? Каждый божий день спрашиваете себя, как я живу? Вот, как обычный повар предложил бы вам прожить свою жизнь. Не судите других. Приходите пораньше. Будьте добродушны. Убедитесь, что вы встали на путь служения, и этот путь действительно нужен вам. И если уже взялись за дело, то доведите его до конца. Мой отец сказал бы вам, что нельзя чему-то научиться, поступая правильно. То, как вы учитесь на ошибках, показывает, как вы делаете все остальное. Только так вы по-настоящему сможете влиять на этот мир и на людей вокруг. Этим самым вы проявляете уважение к тем людям, которые воспитали вас, чтобы передать свою мудрость следующим поколениям. Так что развивайтесь и улучшайте свою жизнь каждый день, постигая мудрость. Каждый день спрашивайте себя, что я узнал нового? Как я живу? Да благословит вас Господь! Спасибо за внимание! Образование поможет выжить, а самообразование приведет вас к успеху. Знай, как бы тяжело тебе не было, ты совсем справишься. Никогда не сдавайся!